Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Саратовские районные суды завалены исками по поводу наследств. И количество таких дел постоянно увеличивается. Дело в том, что россияне плохо знают законы, поэтому им приходится искать правды в судах. Хотя, по словам юристов, можно обезопасить себя от таких последствий. Как мы решили узнать у нашего эксперта в студии на Московской, Виталий Крикуна, а рядом со мной журналист Динар Дусальев. Динар, вопрос наследования рано или поздно коснется каждого. И не секрет, что он зачастую приводит к ссорам между родственниками. Так есть ли выход в этой ситуации? К сожалению, на 100% обезопасить себя от этого нельзя. Но можно свести к минимуму борьбу за наследство. Юристы советуют составлять завещание, заверять его у нотариуса. Причем писать завещание нужно в любом случае, даже если у вас есть один единственный наследник. Так бывает, что после смерти появляются внебрачные дети или другие родственники, о которых до смерти никто не знал. Ну а если претендентов на жилплощадь намного больше, то Виталий Алексеевич советует составлять договор. А вот что за бумага, он сейчас и расскажет. В идеале гражданский кодекс разрешает заключение при жизни собственника договора. Такого рода договор может быть самым простым. Кому эта квартира переходит после смерти, а другие соглашаются с этим или получают взамен какую-то компенсацию. Ну а что представляет из себя этот договор? Есть ли какая-то определенная форма? Определенной формы нет. Это может быть и от руки составленной, вручную написанный договор или набранный на компьютере, в идеале подписанный всеми родственниками. Но если всех собрать не удалось, то письменный отказ тоже можно приобщить. К сожалению, только один договор юридической силы не имеет. Но вместе с завещанием он облегчит работу юристов после смерти наследодателя. Ведь так это, Алексеич? Документ, который может оформляться до завещания, если он соответствует завещанию, это не Филькина грамота. Это сопутствующий документ, договор, который в совокупности, в последующем, и нотариусу, и в будущем суде, или вновь появившемуся наследнику даст основания полагать правильно определять действия. Динар, ну а как такие вопросы решают за рубежом? Ты наверняка спросила. Да, конечно, спросила. За рубежом такая практика очень распространена. С одной стороны, споры за наследство между родственниками это явление межнациональное, а с другой стороны, это хороший заработок для юристов. Сейчас юристы пытаются подталкивать, что там, честно надо сказать, юристы, адвокаты подталкивают спорящих. Это, я считаю, это плохо. В данном случае, действительно, зарабатывать можно, и много-много на этом, но в итоге для общества это вредно. Делить имущество до смерти у нас считается кощунством. И, естественно, пожилой человек может решить, что его просто хотят свести в могилу и разделить его квартиру или жилплощадь. Но, тем не менее, нужно осознавать, что договор или завещание поможет избежать конфликтов между родственниками. Спасибо. Это была Динара Дусалиева и юрист Виталий Крикун. Мы говорили о вопросах наследования и конфликтах, которые они вызывают.